Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с гостем нашей программы будем говорить о безопасности детей и профилактике преступности несовершеннолетних. Присоединяйтесь! Евгений Геннадьевич Миткевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома. Родился в 1965 году в Жлобине, окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1982 году слесарем на Гомельском радиозаводе. Служил в рядах вооруженных сил. Еще во время обучения в ВУЗе в 1989 году начал работать учителем средней школы номер 47 города Гомеля. С 1995 года прошел путь от заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе до первого заместителя начальника главного управления идеологической работы облсполкома. В 2007 году был назначен заместителем председателя Будокошелевского райисполкома. С 2010 года находится на нынешней должности. На вопросы, которые касаются деятельности комиссии по делам несовершеннолетних облсполкома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Осталось всего две недели лета и уже можно подводить его предварительные итоги. Не обошлось, к сожалению, без трагических происшествий, но давайте начнем с хорошего. Какие проекты, какие инициативы этим летом, на ваш взгляд, стали самыми успешными и самыми важными? В этом году весной было намечено много планов, которые мы постарались реализовать на межведомственном уровне. Традиционно это летние оздоровительные лагеря, это спортивные площадки, это культурно-массовые мероприятия. Ну и такими мероприятиями, о которых хотелось бы сказать, это наш традиционный военно-патриотический лагерь курсанты, который прошел на базе военно-транспортного факультета нашего Белорусского государственного института транспорта. Ну и кроме того, это взаимодействие с нашим пограноотрядом, это взаимодействие войсковой части 55-25, на базе которых были проводены именно лагеря с участием подростков, требующих себе повышенного педагогического внимания. Это Лоевский район, это Мозырь, это другие регионы, где дети приняли участие в работе этих лагерей. То есть педагоги постарались максимально детей занять в этот период, чтобы без дела не слонялись, чтобы были как-то заняты. Ну вот помимо какой-то развлекательной, творческой, спортивной программы, можно ли было себе еще найти дело, которое чему-то бы реально учило, готовило к жизни? Не только педагоги, потому что я сказал, межверностная работа, это правоохранительные органы, это представители других служб, ведомств. В этом году мы постарались также по максимуму задействовать детей в трудовой занятости, это лагеря труда и отдыха. И даже вот этот наш лагер курсанты, мы впервые за время существования этого проекта ребят свозили на предприятие, хозяйство Гомельского района, где они работали и какую-то копейку, копейку это так сказано, деньги они заработали, имели возможность приобщиться к полезному труду. Ну и то, что сейчас в августе многие ребята в регионах работают на зернотогах, они помогают уборке урожая, и поэтому тоже какое-то подспорье для того, чтобы заработать деньги и суметь уже к сентябрю купить себе какие-то вещи для того, чтобы пойти в школу. Хорошо работают, не отлыниваются? Вы знаете, что есть разные случаи, есть разные моменты, поэтому некоторые отказываются, некоторые с удовольствием работают, есть разные ребята. Согласна. Лето без пляжа, без воды, конечно же, немыслимо для детей. Комиссию по делам несовершеннолетних вместе со сводом патрулировали места отдыха, и оказалось, что подростки, дети, летом на пляже без взрослых, это абсолютно обыденное явление. Евгений Геннадьевич, что за этим следует? Правда ли, что сообщается потом родителям в школу о каждом таком случае? В связи с тем, что стоит очень жаркая погода, было принято решение на уровне нашего руководства обеспечить патрулирование мест, которые не предназначены для купания. Именно этих мест, потому что в городе Гомель и в других регионах очень много таких мест, где есть угроза жизни не только детей, но и взрослых. Поэтому работники освода, работники МЧС, правоохранительных органов, преподаватели вышли к этим водоемам для того, чтобы предупредить несчастные случаи. В первую очередь это объяснение, во вторую очередь это выявление тех подростков, которые пришли на водоемы в запрещенные места без родителей, и затем проведение уже разъяснительной работы. Ну, с запрещенными местами понятно, туда, в общем-то, не без родителей, не с родителями, да, не стоит особо ходить. А вот приходилось слышать, что и в принципе в случае нахождения ребенка на улице без взрослых семью сразу автоматически ставят на учет. Так ли это? Ну, вы знаете, есть административный кодекс, согласно которому определено, кто может быть поставлен на учет. Здесь мы говорим о том, что подростки несовершеннолетние, которые не достигли 16 лет и находятся после 23.00 без сопровождения взрослых на улице, тогда, соответственно, к их родителям применяется административный кодекс, и тогда они могут быть поставлены на учет за данный вид правонарушения. Ну, сейчас произошли изменения в законодательстве внесены, сейчас на учет могут быть поставлены подростки, достигшие возраста 10 лет, и, кроме того, совершившие правонарушения по определенным статьям. Но в дневное время ребенок на улице в населенном пункте в городе, в деревне, вполне может себе находиться без взрослых. Он может находиться возле водоема, но не купаться, он может находиться на пляже, где разрешено купание, тоже с ним будет проведена работа, будет установлено тоже его данные для того, чтобы потом провести с родителями предупредительную работу, потому что все делается во имя жизни наших детей. Согласна, инициатива хорошая, но, наверное, нервы все равно это щекочет и ребенку, и его родителям, когда следует такой звонок. Есть родители, которые обращаются по поводу того, не слишком ли мы усердствуем, но мы всегда говорим, очень стараемся корректно о том, что мы за безопасность. Мало ли что может случиться, если родители в выходные дни находятся дома, почему они не могут уделить внимание своему ребенку, вместе с ним сходить на реку или на водоем. Если родители находятся на водоеме, то там, где разрешено купаться, всегда есть сотрудник освода, под его присмотром дети могут спокойно принять водные процедуры. Ну да, по выходным понятно, а в будни-то родители на работе, особенно что касается сельских населенных пунктов, там сейчас с 6 утра и до ночи работают дети одни. Днем дети у нас работают, как я уже говорил, на зерно-таку, но вы знаете, что объезжая водоемы, больше всего сталкивается с непониманием со стороны взрослых, потому что именно они ведут несовершеннолетних в те места, где запрещено. И когда мы в воскресенье вместе с отсвоном правоохранительными органами объезжали здесь город Гомель, пришлось видеть такую картину, когда место запрещено для купания, но взрослые говорят, а почему вы здесь корчи не убрали, почему вы здесь не навели порядок. Стараюсь объяснить о том, что место запрещено для купания, и лучше всего пойти на городской пляж или на те места, где разрешено купание, и там созданы нормальные условия. Какова статистика по происшествиям на воде с несовершеннолетними? Ну, вы знаете, что в этом году один ребенок у нас погиб в Жлобинском районе, тоже погиб в том месте, где запрещено купание, была установлена табличка. Но такая ситуация, что эти таблички почему-то кто-то убирает. Ребенок не умел плавать. Мы вчера на заседании комиссии рассмотрели этот случай. Я выезжал на то место, беседовал с жителями этого населенного пункта. Все, конечно, вот этот случай еще раз заставил родителей задуматься о том, что детей не следует отпускать на водоемы без присмотра. Ребенок был в компании сверстников? Ну, сейчас проводится следствие, потому что он в этот день находился в лагере. После лагеря он ушел, ушел на водоем, не домой. Ну, а ребята затем уже нашли его тело, сообщили взрослому. И взрослый гражданин достал этого ребенка, вызвал скорую помощь. Проводили определенные мероприятия для того, чтобы его спасти, но спасти ребенка не удалось. И тот громкий случай, который произошел у нас в Будокошелевском районе, это в районе деревни Смычок, где мама и двое несовершеннолетних детей тонули. Детей удалось спасти, но мать, которая имела троих детей, несчастью, утонула. Очень сочувствую этим семьям, которые потеряли своих близких. Евгений Геннадьевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Можно, чтобы у нас с началом учебного года по школам провели разъяснительные беседы детям о бережном отношении к окружающему миру, чтобы не ломали деревья, кустарники, не топтали цветы и также не рисовали на фасадной здании, там ничего и не на остановках. Это я многократно наблюдаю по пятому микрорайону и в других районах города. Хорошо. Вопрос у вас. Спасибо. Я вспоминаю в том году, опять мне поступал вопрос по поводу пятого микрорайона. Я обещал, что будет проведена определенная работа с сотрудниками милиции, а также и на родительских собраниях с родителями, о том, чтобы они научили детей бережно относиться к тому, что их окружает. Ну, в первую очередь, начинать это, конечно, нужно не в школе, начинать это нужно гораздо раньше и беседовать с детками, которым еще 2-3 годика, о том, что можно, чего нельзя. И родители, конечно же, в первую очередь это должны делать, потому что учителя уже опоздали в этом случае. Если не сформировано такое отношение к окружающему миру, живому, или живому, то уже сложно. Ну, я надеюсь на то, что дети дома не рисуют, не красят, хотя маленькие иногда на обоих... А знают, в чем чревато. На обоих одни... А на зданиях на улице вроде как и ничем, потому что ничье. Лето, в принципе, период повышенной травмоопасности, дети много времени проводят на улице. Как проходит это лето, Евгений Геннадьевич, по остальным факторам опасным для детей? Ну, сложно проходит лето, потому что мы сейчас каждый день фиксируем все несчастные случаи, которые происходят с несовершеннолетними. Это и дорожно-транспортные происшествия, в результате которых дети получают различные травмы. Это и горки, это детские площадки, это водоемы также, где получают какие-то травмы. Будем говорить о том, что в этом году снова выпадание из окон. Это и пятый этаж, это и третий этаж, окно раскрыто. И другие различные виды травм, которые получают. Это травмы, которые не получают в быту, получают на улице. Опять мы говорим про термические ожоги, опять кипяток. Поэтому этим летом то, с чем мы сталкивались в предыдущие годы, оно повторяется. Поток транспорта на наших улицах с каждым годом все больше. Можно ли избежать опасных для жизни и здоровья детей ситуаций? Давайте сейчас посмотрим сюжет, а после мы обсудим эту тему. Гомель. Обычный августовский день. Улица практически в центре города. Рейд госавтоинспекции на этот раз направлен на выявление случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств. Автокресел. Несмотря на общее снижение количества ДТП с участием детей почти на 15%, в Житковичском, Жлобинском, Речицком районах и Советском районе Гомеля рост до 100%. В 35% случаев дети получают травмы, являясь пассажирами транспортных средств. Всех дорожных у нас, например, 23, только 8 по вине детей. Очень часто сами родители, водители становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Часто родители беспечно относятся к тому, как перевозят своего ребенка. Они не используют детского удерживающего сидения. А многие, даже после того, как его и приобрели, не смотрят за тем, чтобы ребенок каждый раз был правильно пристегнут. Бывает так, что ребенок сидит отдельно от автокресла. Казалось бы, банальное замечание, пожалуйста, сядь, давай пристегнись, и все, и вопрос закрыт. Ребенок в безопасности. Впрочем, обвинять всех находящихся за рулем родителей все-таки не стоит. Те, кто действительно заботится о безопасности своих детей, правило соблюдает. В конце концов, подобные требования существуют во всех цивилизованных странах. Да и приучить ребенка к автокреслу при желании совсем несложно. Изначально, допустим, с года где-то я уже посадил, и ребенок уже без кресла даже не садится. Ситуации разные бывают. Я еще не попадал в ситуацию, но я считаю, что они нужны для детей и для безопасности детей. И в продолжении печальной статистики 17% попавших в этом году в аварии несовершеннолетних велосипедисты. Даже несмотря на присутствие инспектора ГАИ, значительная часть молодежи пересекает перекресток на велосипеде. На замечание офицера в лучшем случае улыбка или попытка сделать вид, что ничего не происходит. Артем Середа пешеходный переход пересекает с мамой по всем правилам. Семилетний ребенок знает то, о чем многие старшие школьники уже успели забыть. Не бегать самому через дорогу и смотреть по светофору. Ну, светофор, когда будет зеленый, надо с родителями ходить. Проект оздоровительного пришкольного лагеря «Солнечная зебра» в Гомеле реализуется уже пятый год. Его организаторы – 21-я средняя школа и областное управление госавтоинспекции. Кроме активного летнего отдыха, лагерь решает и профилактические задачи. В реализованной этим летом программе – посещение станции «Освод» Центра безопасности в лице МЧС ГАИ. Для школьников прошли уроки «Красного креста» по оказанию первой помощи пострадавшим. Навыки правильного вождения велосипеда здесь, кстати, отрабатывали тоже, причем вместе с офицерами милиции. Этим летом учащиеся этой школы участниками дорожных транспортных происшествий не стали, чем в учреждении очень гордятся, что, впрочем, не исключает необходимости дальнейшей активной работы с ребятами по вопросам безопасной жизнедеятельности. Уже 1 сентября сюда вновь придут сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Учить, воспитывать нужно с самых младших лет. Поэтому с начальной школы нужно повторять правила дорожного движения, как вести себя на дороге. Это необходимо всегда. Ну и свойства памяти забывать, поэтому повторять нужно, я думаю, каждый год. И каждый год акций, которые проводят ГАИ, вот в 1 сентября, День знаний, они очень полезны и нужны детям. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетнего Гомельского облсполкома Евгений Миткевич. Евгений Геннадьевич, профилактике дорожного травматизма огромное уделяется внимание и госавтоинспекции, и школой, и даже детским садом. Так в чем же еще недорабатывают взрослые, если случаев таких трагических на дороге все равно много? Ну, я как представитель тех органов государственных, которые считают, что всегда должен главенствовать закон, всегда должен главенствовать порядок, считаю, что надо все-таки усилить ответственность, привлечение к ответственности тех людей, которые допускают. Потому что буквально вчера в Речицском районе, в Речице, когда ребенок вместе с дедушкой переходили пешеходный переход, было совершено ДТП, наезд, и здесь явно по вине водителя. В городе Гомель случаи были, когда водитель совершил наезд на пешеходном переходе на женщину, которая перевозила коляску с ребенком. Были и другие случаи, моменты, когда пьяные водители также допускали нарушения правил дорожного движения, в результате которых различные травмы получали дети. Поэтому ужесточение со стороны работников госантриспекции в отношении тех водителей, нерадивых, которые совершают дорожно-транспортное происшествие. Евгений Геннадьевич, а вот что касается того вопроса, о котором очень много в начале года говорили, о появлении небезопасных групп в интернете, которые призывали детей, в том числе, перебегать дорогу перед близкоидущим транспортом. У нас были реально такие случаи, такие ситуации и какие-то последствия? Вы знаете, что таких групп, к счастью, не было, но были случаи, когда ребята, дети перебегали, значит, они нарушали правила дорожного движения. И вот в городе Мозырь ребенок, который перебежал дорогу в неустановленном месте, он вырвался от своей матери. Закончилось это очень трагически. Ребенок попал сначала в больницу, но и врачи не смогли спасти его жизнь. То есть, скорее всего, здесь это невнимание со стороны взрослых, которые сопровождают детей, и то, что дети в неположенном месте перебегали дорогу. Ну, тут дети достаточно импульсивные, они им проще кинуться и через дорогу побежать, чем остановиться подумать. Ну, это такая особенность, да, детская технология? Сначала действие, а затем уже включается сознание. Да, да. Тут можно только очень жестко и с самого раннего детства родителям повторять, 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 что остановись. Для подростков, вот уже более старших детей, транспортные средства, это и средства развлечения, к сожалению, в Турове. Подросток катал на капоте 16-летнюю девушку, девочка упала, получила серьезные травмы. Вот кто в этом случае несет ответственность? Родители мальчика? Здесь ответственность несет ребенок, потому что он управлял транспортным средством, возбуждено уголовное дело, именно прокуратура настояла на том, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что тяжкие телесные повреждения. Ответственность будут нести родители, потому что папа это автомобиль отца, который хоть и не был в курсе того, что ребенок взял его автомобиль, но здесь будут уже разбираться правоохранительные органы. Буквально последний случай, когда в Калинковичах подросток прокатился на дизеле, но прокатился не внутри, а снаружи. Значит, этот ребенок установлен, оказалось, что он на каникулы приехал бабушке с Российской Федерации, но как он приехал, так и уехал, потому что знал о том, чем все это закончится, но документы оформляются и затем будут отправлены по месту его проживания. То есть не укроются, да? Даже туда придут и там... Нет, ответственность найдет его. Да, супергерой. Ну, слава богу, что живой уехал. Несовершеннолетние водители двуколесного транспорта, скутеров, мопедов, очень популярно, особенно в сельских населенных пунктах, этим летом попадали в неприятности и в поле зрения. Вы знаете, в мое поле зрения попадали, вот как не выйдешь куда-нибудь в сельскую местность, всегда видишь подростков, которые на мотоциклах, которые на скутерах. Ну, здесь бы хотел обратить внимание родителей. Возьмите все-таки закон, есть у нас документ, согласно которому там все оговорено, кто имеет право на управление тем же скутером, мопедом. Там все четко оговорено, 16 лет и старше, значит, должно быть удостоверение определенного образца. Поэтому изучайте законодательство, правила дорожного движения и вам за это ничего не будет. Продолжаем обсуждать роковые ошибки детей. Хотелось бы, чтобы, конечно, сейчас прислушались родители, потому что взрослым людям многое непонятно, как можно так поступать, к чему это приводит. В Жлобине в начале этого лета погиб мальчик, нашли тело подростка на железнодорожных путях. Парень забрался на прожекторную мачту, попросил друзей его сфотографировать. Как могло получиться, что уже достаточно взрослый человек, учащийся в профессионально-техническом колледже, не знал, что такое высокое напряжение? Знал. Я выезжал в Жлобин, я смотрел видео, которое сняли подростки. Там на этом видео все четко, как они залезли, как они спускались, как ребенок воспламенился. Жуткое, конечно, видео. Его не стоит, наверное, показывать детям, потому что мы всегда говорим о том, что мы гуманные, потому что есть память родителей по этому ребенку. Ребенок был неплохой. Как раз в этом учебном году к ним приходили работники железной дороги, которые проводили с ним беседу. Но именно так было суждено, что он оказался в это время не в том месте, где надо было быть. Поэтому ради селфи, ради полторы минуты, которые они засняли, погиб ребенок. Это, конечно, трагедия. Очень сочувствую родителям. Действительно, просто глупость. Глупость, которая приводит к трагедии. Экстремальное селфи стало причиной ни одной травмы в Гомельской области в том числе. Почему, в принципе, вот эти места, заброшенные здания какие-то, высотки, заводы, вышки, мосты, почему они доступны для того, чтобы туда забирались дети, чтобы сделать селфи? Ну, в первую очередь, собственники этих зданий, которые не обеспечивают его охрану. Мы вот сейчас столкнулись, буквально опять недостроенное здание нашей областной больницы. Опять там появляются подростки. Дано поручение правоохранительным органам. Сейчас опять будем вести беседу с хозяином этого недостроенного здания для того, чтобы приняли меры. У нас в области, в каждом районе определены объекты, где нежелательное нахождение несовершеннолетних. Эти места утверждены решениями районных исполнительных комитетов. И ответственность должны нанести владельцы. Поэтому меры принимаются. В Васильевичах у нас девочка делала селфи, она упала со второго этажа, получила повреждение. Не первая причем девочка на этом крахмальном заводе. Да, в Жлобине тоже дети, когда находились на высокоэтажке, тоже фотографировались. Но почему-то в Жлобине, в отличие от Калинкович, этих детей не нашли. Поэтому пускай они ищут, не допускают. И в городе Гомеля есть случаи. Я знаю, в пятом микрорайоне, это улица 60 лет в СССР, дом пятый, когда ко мне обращались, говорили о том, что тоже появляются дети, потому что они пролазят сквозь решетки и находятся на крыше, создают угрозы для своей жизни. Решетка не препятствие для подростка? Никакое. Это даже интереснее, если там какое-то такое ограждение стоит. Ответственность получается на собственники, да? Если собственность коммунальная? Все, не дай бог, происходит трагедия, происходит разбирательство, следственный комитет. И все ли созданы условия для того, чтобы создать безопасность. Последний случай, который был в Железнодорожном районе, когда ребенок провелился в яму, которая образовалась в результате прорыва, он получил ожоги. Сейчас работают тоже правоохранительные органы, которые устанавливают причину и будут установлены виновные должностные лица, которые понесут ответственность за это. Уважаемые взрослые люди, родители, будьте, пожалуйста, внимательны, будьте бдительны, не стесняйтесь лишний раз поговорить, спросить. Где вы бываете, где собираетесь, где время проводите? Потому что, ну, действительно, один какой-то необдуманный поступок, один вечер ни в той компании, ни с теми ребятами, и все. И может быть трагедия, которую потом уже ничем не исправишь. А что касается преступлений, какова статистика? Ну, если брать 7 месяцев текущего года, у нас снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день совершено 212 преступлений против 264 преступлений. В основном это кражи, это хулиганка. Поэтому в июне месяце у нас за этот летний период произошло 42 преступления. Какие преступления? Ну, у нас удаль молодецкая, когда дети из городских населенных пунктов, районных, выезжают в деревни и после дискотеки пошли по улицам. Это заборы, это колодцы. Но хочу предостеречь в том плане, что такая молодецкая удаль заканчивается тем, что это уголовное дело, 339 статья, и это возмещение ущерба. И вот мне известен случай, когда пришлось родителям, опекунам 6 миллионов по старым деньгам для того, чтобы возместить ущерб. Но все равно уголовное дело возбуждено, и оно будет завершено. А в Реческом районе вот таких хулиганов заставили еще восстанавливать заборы? Восстанавливают, да. Они восстанавливают. И это только был не Речицкий район, это был и Гомельский район, и Рогачевском районе. Были такие случаи, молодецкая удаль, но она оборачивается совсем иначе. Это материальные потери, это, соответственно, и в дальнейшем отметка на всю дальнейшую жизнь, потому что привлечен к уголовной ответственности. Ну да, еще и общественное осуждение, потому что под взглядами сельчан, наверное, не очень приятно потом все это восстанавливать. Какие меры необходимы для того, чтобы снизить уровень подростковой преступности? Порассуждать на эту тему мы предложили людям на улицах. Музыка и ненависть несовместимы. Пусть занимаются музыкой, искусством, и тогда снизится преступность. Чем образованнее человек, чем он воспитаннее, тем ему меньше хочется совершать какие-то такие эмоциональные, страстные, непонятные поступки. Поэтому все подростки должны быть заняты. Они должны заниматься или спортом, или привлекать их к каким-то работам, кружкам. Вот в нашем городе подросток, если не улетает куда-то на лед, он чем-то не занимается. В школе, допустим, его трудоустраивают, ему предлагают работать, помогать, убирать школу, территорию, еще что-то. То есть всегда должна быть задача. Когда есть задача, тогда нет проблем. Это как бы закон уже такой. В вашем городе это где? Это очень далеко отсюда. Это город Вилючинск, Тамчатский край. Я тоже так считаю, что она права, что больше действий, каких-то мыслей интересных в голове, творчества, заинтересованности. И тогда будет меньше глупостей совершать человек. Наверное, надо увлечь чем-то, какие-то занятия, кружки, секции, чтобы были не только платные, но и бесплатные. Потому что как-то, чтобы отвлечь детей, чтобы больше книг читали, меньше на улицах. Но и потом родительский контроль должен, на мой взгляд, присутствовать. Потому что если дети ничем не заняты, и родители этим не интересуются, то, естественно, ребенок всегда найдет себе какое-то занятие на улице. С детьми надо заниматься с маленького возраста. Все время их занимать, чтобы не доводить, наверное, до преступления какого-то. И родители все время должны следить за ними. Ну, не то что следить, а быть в курсе, где он, интересоваться делами. То есть все время находиться с ребенком. Дополнительное образование должно играть решающую роль. То есть у детей масса интересов, пускай их направят в правильное русло. Чтобы дети занимались спортом, было чем им заниматься, а не по улице болтались. Во-первых, с детьми нужно много общаться со своими. Быть с ними близкими друзьями, знать об их проблемах, об их увлечениях. И не ждать, что будет решать там школа или другие какие-то чужие тети-дяди решать проблемы наших детей. А сами должны быть заинтересованы. Сегодня с гостем нашей программы мы говорим о безопасности детей и профилактике преступности среди несовершеннолетних. Евгений Геннадьевич, взрослые люди, конечно, умные. Знающие, понимающие и только не представляющие себя, откуда же тогда берутся эти самые трудные подростки. И что же их понуждает как-то некрасиво, нехорошо поступать. Каково ваше мнение на сей счет? Может ли профилактика быть эффективной и какой она должна быть? Я соглашусь с тем мнением, которое высказали граждане на улице в ходе их опроса. Но хочу привести статистику. Большинство у нас преступлений совершается в ночное время, вечернее. В кружке до 20 часов, до 21, по тому же время родителей. У нас преступления совершаются в выходные дни. Время, когда родители тоже не на работе, которые должны уделить внимание. Поэтому статистика, которой мы владеем, она на сегодняшний момент против родителей. Да, кружки, да, секции. Мы все, что возможно, делаем. Мы стараемся их занять и в летний период, и в каникулярный. Мы предлагаем. Дети идут охотно нам навстречу. Мы их занимаем. Но, извините, а ночью? Почему дети в час находятся на улице и, соответственно, совершают те или иные пронарушения? Буквально последний случай, который произошел на этой неделе, здесь, на Центральной площади, когда подросток, уже достигший совершеннолетия, 18 лет, нанес ножевое ранение подростку несовершеннолетним. В вечернее время, 10 часов, столкнулись интересы двух подростков. Ну, слава богу, не так обычно все печально, да? Самое распространенное – кражи. Кражи, хулиганство. Выясняют отношения, это нанесение телесных повреждений, это разбили окно, это повредили какие-то дорожные знаки. Ну, мобильные телефоны, сотовые, они не понимают о том, что человек, если оставил мобильный телефон, он и подросток им завладел, не обязательно подросток, есть и взрослые люди, которые… Но милиция всегда находит мобильные телефоны, возвращает хозяину, но возбуждает уголовные дела. В любом случае? Конечно. И в любом случае ребенок, который попался на каком-то деле, даже если впервые, даже если был в компании, ну, разные бывают обстоятельства, бывают и хорошие дети попадают в переделки, он уже автоматически на учете, семья на учете? Я говорил о том, что есть законодательство, кодекс административного повышения, есть закон, система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Согласно этому закону четко определено, кто ставится на учет, за какие нарушения. Если это совершено уголовное деяние, и он не осужден, то он будет на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Но сейчас это будет уже называться не учет, в связи с несенными изменениями. Это уже будет индивидуальная профилактическая работа с подростком. И уже не будет фигурировать вот это слово учет. Пошли, наверное, навстречу все-таки гражданам, пошли навстречу этим детям, чтобы не так уже это слово учет бросалось в глаза, а просто профилактическая индивидуальная работа с подростком. Ну, я думаю, что это правильно. Потому что в каком-то смысле ярлык неправильного, трудновоспитуемого это в какой-то степени снимает. Потому что тем, кому все равно, им будет все равно. А какому-то ребенку впечатлительному это может здорово потрепать нервы. 1 сентября они за горами. И оторвавшись от родительской опеки, все мы знаем, как себя порой юные студенты и учащиеся ведут. В общежитие пойдете? Мы не только пойдем, мы там будем жить. Я думаю, что там будут жить и все наши субъекты профилактики. Это конец августа, это начало сентября. Горкий опыт прошлого года, когда подросток приехал в Чечерский лицей. И в августе у него найден был гербарий. Ребенок приехал, соответственно, с наркотиками, которые думал употреблять. Наверное, не только употреблять, но и реализовывать. Но, соответственно, правоохранительные органы совместно с педагогами лицея предотвратили. Поэтому хотел бы попросить уважаемых родителей, когда вы отправляете свое чадо в какой-то другой город, в общежитие, проверьте его сумочки. С чем он едет? Что он с собой везет? Не дай бог, спиртное, алкоголь? Потому что бывает таким образом, что ребенок не успеет проучиться и день-два, когда уже будет на нем, соответственно, ярлык. Он будет привлечен к уголовной ответственности. Ну и возникнут определенные сложности и проблемы. Поэтому все зависит от родителей. Вообще, какова сейчас ситуация с выявлением наркотиков в подростковой среде? Продолжают выявлять. У нас это город Гомель, у нас Мозырь, у нас Лечицкий район, когда выявляется несовершеннолетний, который употребляет и в Добрыжском районе. Потому что плантации конопли, подростки задерживаются совместно со взрослыми. Поэтому проблема остается. Сейчас мы работаем, работают правоохранительные органы для того, чтобы предасти речь подростков, ну а также взрослых, которые вовлекают детей в это пакуумное увлечение. Со спайсами как-то пошла на спад эта история? Ну, сейчас на смену синтетическим пришли уже растительные наркотики. Поэтому я говорю о том, что это вот те виды наркотических средств, которые произрастают у нас. Это МАК, это конопля и, соответственно, употребление этих видов наркотиков. Что родители должны делать, обнаружив у ребенка что-то подозрительное? Что делать? Сообщать соответствующим службам. Они должны консультироваться. Лучше предостеречь, потому что уголовная ответственность все равно будет, но уголовная ответственность будет за хранение. Но не будет уголовной ответственности за сбыт. Потому что те, которые хранят, в дальнейшем они уже привлекаются за сбыт. А сбыт у нас 8 и более лет. И мы прекрасно понимаем, в прошлые годы, когда значительное количество несовершеннолетних были привлечены к уголовной ответственности именно за сбыт и отбывают сейчас длительные сроки. Это не только 8 лет, это 10 лет и более. Евгений Геннадьевич, что бы вы хотели сейчас напомнить родителям? Что они должны знать о своей ответственности за здоровье, жизнь и поступки детей? Хочу сказать о том, что есть дети и жизнь детей очень дорого нам дается. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они берегли наших детей, чтобы уделяли пристальное внимание и чтобы предупреждали те негативные явления, которые происходят с нашими несовершеннолетними. Спасибо за сегодняшний диалог. Хочется пожелать, конечно, спокойных еще, теплых и радостных оставшихся двух недель лета. Спасибо. Это был диалог с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетнего Гомельского облсполкома Евгением Миткевичем. Берегите себя и своих детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова